Анастасия Цветкова Очень хорошо. Схожди, чтобы через две минуты зашло. Хорошо. Алексей Олегович? Да, конечно. Здравствуйте. Настенька, садитесь. Садитесь. Посмотрите, Надя, я чего вызывал у вас? У меня к вам серьезный разговор. А вот, судя по анкете, у вас два высших образования. И еще МБИ. А, хорошо. Так, вы взяли кредит в нашем банке на покупку квартиры. Не дешевую квартиру получаете. Ну, там еще строятся. Я, я не про это. Таких сотрудников, как вы, у меня мало. Поэтому я хочу сделать вам обойду выгодное предложение. Первое. Я хочу послать вас на стажировку на шахайскую бежу. Это карьевный рост. И половину долга в нашу банку тоже буду посвести. А я... Раздевайтесь. Что? Ну, как раздевайтесь? Какой смысл еще? Вы серьезно? Утро в городе началось с того, что банк «Национальное единство» объявил о своем полном банкротстве. На данный момент мы видим, что у входа в банк проходит одиночный пикет. Однако нам стало известно, что в скором времени здесь пройдет митинг обманутых платчиков. Вы себя тоже на квартиру кинули? Провосудие настенет каждого. Неважно, когда и за что. Настя! Сегодня в криминальной хронике наших новостей дебютирует новая ведущая. Встречаем Жанну Билютину. Утро в городе началось с трагедии. Неизвестная молодая девушка проникла на территорию строящегося здания и сприналась крышей вниз. Причины самоубийства пока неизвестны. Однако участвору удалось опознать. Анастасия Чветкова 27 лет. Полиция сейчас пытается связаться с его страдавшим. Также сегодня ночью в городе разбился известный бизнесмен Валерий Колычев. Нам в руки попала запись видеорегистратора его автомобиля. Хорошо видно, что машина видела на красной свете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ПЛАЧЕТ Да! Здравствуй! У тебя шлейка расцегнута? Серёж, ты что-то? Твой банк грабит? Ну ещё одна очень хорошая шутка. Да нет, дебил, ты не понял. Твой банк грабит? А как грабится? Я здесь, вон там, ментингующий, на месте. Нет! Юго-западный филиал. А ты откуда знаешь? Ты вообще кто такой? Я? Я тот, кто всё про тебя знает, тот, кто всегда рядом с тобой. Ниндзя сын к отцу пришёл, а тот ты не заметил. Телега, о чём это кран приехали? Не суетись, Крест, всё по плану. Я бы лучше волю лишний раз потоптал. А вот тут в газетах пишут, что сегодня в наш город приезжает премьер-министр на открытие завода. Читайте между строк. Город с утра стоит в пробках. С утра у всех стоит. Коварный план. Снаружи фургон, внутри не отложка. Кого мы лечим? СМЕХ Премьер-министр сел в аэропорту. Пошли. Будем брать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Заходи тихо. Бери мало. Уходи быстро. Три жлоба и два сидельца. Собрались оформить дельца. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Читала в новостях. Лабрадор стал донором крови для кота. Угу. И спас ему жизнь. А кредит за кафе банку будет отдавать кот? Золотая рыбка. Загадай желание. Через минуту моя жизнь изменится. Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Хорошо, девушка. Я подожду. Извините. Странно вообще, что вы снимаете деньги. Вы же недавно их положили. Можете объяснить, почему я в вашем банке не могу деньги в кассе снять, если банкомат не работает? Девушка. Я на Чукотке могу. У вас нет. Девушка, я вам объяснял. У нас реструктуризация. Мы даже название не поменяли. Присядьте. Мы решим вашу правду. Я не могу подождать. Извините. Да, девушка, да. Я знаю, что у вас бой в наказательской программе. Прекрасно знаю. А вы знаете, сколько у меня здесь денег скопилось за два дня, пока вы не едете? А меня это не волнует. Вот, ознакомьтесь с условиями нашего договора. Я к вам чуть позже подойду. Спасибо. Но ты понимаешь, если мы берем кредит, то это не стоп-грамм самолета, да? Если ты не заметил, то мы уже прилетели, пилоты. Я вижу. Я уже понял. Должна приехать инкассация в течение двух часов. Примешь их, я отойду ненадолго. Юго-Запад не отвечает. Надо в полицию звонить. Не надо звонить в полицию. Иди, иди дозванивайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какое ограбление? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять на месте! На месте! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Владимир Владимирович, мне нужен список всех банковских ключей. Кому какая принадлежит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где ключи от хранилища? Глючи от хранилища. Понимаешь, что я говорю? Давай-давай-давай, девушка, давай-давай-давай. Молодец, хорошо. Теперь давай-давай-давай, сзади, кассет, я где-то, давай! Чисто. Хорошо. На пол оба! Как и лапы, другая! Работаем! Работаем! На пол! С вами была Жанна Минутина. Давай крупняки поснимаем. Вот отсюда сбоку, дай. Давайте обратно снимем. Да, вот так. И теперь на здание туда, и потом вниз на них. Ага. СТУК В ДВЕРЬ 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 Да, Лех. Ну че, опять опаздываем? Мэш просил, премьера встречаем на заводе, Лешка. У меня банк грабят. Кто кого грабит? Там, походу, мэр наш приехал. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Премьер недоволен, что мы на год отложили открытие завода с китайцами. И в тот день, когда он прилетает у меня в городе грабят банку. Что там происходит? Он, походу, орет на кого-то. У меня выборы через две недели. Поймаю. Жертвы есть? Знаю. А полиция знает? Нет, тебе первым позвонил. Значит так, слушай внимательно. Молчишь в тряпочку. Я звоню своим соловикам, чтоб ни одна живая душа, ни сном, ни рылом. Ты меня понял? Все, хорошо. Поехали. Феликс, проблема очень серьезная. Только давай так. Я и ты, больше никто. Алло. Алло. Если вы хотите знать, что скрывает мэр, слушайте меня внимательно и не спрашивайте, кто я. Вам нужно проехать к юго-западному филиалу банка. Что? Алло. Ты не знаешь, сейчас по пробкам до юго-западного филиала долго ехать? Пошли. Поехали. Поехали! 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 Сроком на три года Возьмет Дуй меня Жестоко И пара Идет из тюрьмы Свезут в Сибирь Возьмет Надальную сторонку ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что за черт? А вы разве не знали? Чего не знал? Наводнение идет на город. Вот грунтовые воды и поднялись. Шестьдесят девятая где? Шестьдесят девятая. Там. Но дело в том, что все ячейки в водонепроницаемых боксах, она утонула. Залегивать, цена рода. Время. А это за моральный ущерб. К ходу, к ходу, к ходу, к ходу. К ходу? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Время! Время! Ячейки затоплены. Да хрен с ними. Я остаюсь. Командир. Ключи от машины, оставайся. Ключи останутся у меня. Ключи. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Вот чувствовал я военно, что с тобой будут проблемы. Слушайте, у меня свой план отхода. У меня здесь за углом другая машина. Мы сейчас забираем деньги, вам остаются ваши ячейки. И мы по-тихому сваливаем. Решили? Забирайте свою долю и уходите. Крест. Когда менты будут вас спрашивать, скажите, что я похож на Брюса Уиллиса, а он на Гошу Куценко. СМЕХ СМЕХ Они окружили банк. Что запалило? Твой человек обещал вырубить сигнал, если кто-то нажмет тревожную кнопку. Кто нажал? Я не нажимала. Угомонись, угомонись, это не она. А кто тогда? Нужно выработать стратегию и уходить отсюда. С этого момента начинаем военную операцию. Ты много на себя берешь. Есть другие предложения? Даже если кнопку нажал кто-то в банке. Менты должны еще были только ехать, а они уже здесь. Значит, их зарядил кто-то заранее. Вопрос кто? Других предложений нет. Иван! Я с тобой. Каковы твои действия? Мои. Собрать все телефоны, контролировать периметр, в переговоры не вступать, пока не выработаем стратегию. Выполняй. Есть. Ты быстро собрала телефоны все. Хорошо, хорошо. Ремни, штурки сняли. Ремни, штурки. Шурки! А-а-а! Шурки! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Туда-туда! Не отлить. Поддержишь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну давай, раздевайся. Полезешь в воду, будешь помогать. Думаю, можно открыть. Вода мутная, правда. Набрала всего, пока сюда шла. Но сколько на это уйдет времени, я не знаю. Времени у нас пока достаточно. Банк окружен полицией. Чего? Откроем учейку, будем уходить. Твою же! А если я завтра открою? Я не уйду без того, что там. Откроешь, уйдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, мы на месте. Так точно. К штурму? Я готов. Но мне бы еще людей. Понял. Кто будет за это отвечать? Кто? Кто? Так точно. Слышь, как тебя там? Дима, я Шишкин. Шишкин, давай, что тебе надо подписать, там зачетку. Что вам дают? И вали отсюда. Я понял. Да я что-то не за этим приехал. Мне просто интересно, как у вас тут все происходит, так сказать, на практике. А что мы здесь делаем? Как всегда, выполняем приказы. Это кто? Дмитрий Шишкин. Капитан Овабаев. Знакомый. Значит, ты здесь за все отвечаешь? Скажи, что тут что-то захватили. Вроде как прикрываем ситуацию. Ну. А про приказ штурмовать банк не слышал? Ты можешь толком объяснить, что здесь происходит, да? Служба безопасности банка дала информацию, что их филиал захватили люди, возможно, вооруженные. Заложники есть? Мы пытались выйти на связь, они не отвечают. Ты дашь письменный приказ на штурмбанк? Я понял, они хотят все на нас свалить потом. На меня. Извините. Позиции для снайперов определили? Для снайперов. Да. Извините. Снайпера? Уже на точке. Мы штурмуем. Людей из жилого дома эвакуировали? Ты приказ дашь? Подождите, ну, так же нельзя. Там же могут быть люди, мы же не знаем их цели, может там бомба. Надо эвакуировать людей из зоны поражения. Да, и как же мы это сделаем? Скажем, что со стороны Японии надвигается цунами? Скажем, что со стороны Японии надвигается цунами? Как? Ну, как? Подождите, мы... Что, если не официально? Ты попал, Алабаев. И мне это нравится. Взаимно. Шишка. А? Считай, что зачет ты уже получил. Вали, чтоб я тебя не видел. Извините, пожалуйста. Как мне найти участкового? Простите, я участкового. Прекрасно. Где у вас здесь Жек? Пройдемте. Кофе дайте, пожалуйста. А вы не хотите попробовать наш фирменный огуречный лимонад? Кофе дайте. Простите, вам кофе с фермерским молоком или с обычным? Без молока. А вы с ними, да? Вы не подскажете это надолго? Что именно? Ну, это же из-за наводнения. Какие-то учения. Да, совершенно верно. Это учения по эвакуации населения в случае наводнения. Ну, они до обеда управятся, не знаете? Не уверен, думаю, до конца дня. Ну, а что же мне делать? У меня кафе, клиенты. Как раз здесь мы устроим штаб учения. В нашем кафе? Именно в вашем. Прекрасно. Я вас понимаю, но лучше согласиться. Потому что в противном случае на вас спустят проверки. Пожарную, налоговую, санэпидемстанцию. Вам это надо? А если все пройдет гладко, то всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Причем бесплатно. Это за кофе. У нас появилась ментовская крыша. Маша и Медведи. По закону мы имеем право устроить штаб там, где нам надо. А как, простите, наша фамилия будет? Ваша, не знаю. Капитан Алабаев. К нам пришел кровавый Алабаевский режим. Дождались. А что потом? Суп с котом. Я этого кота варить не буду. Ох, и до тебя добрались менты. Менты. Чуть-чуть. А вы же понимаете, что вам не выбраться из банка. Может, я отвечу? Вы можете договориться. А что такая смелая? Не местная. Ну что, мы попробуем? Ехал ниндзя через реку, увидит ниндзя в реке ниндзя. А то ты не заметил. Вот я маску снял. Что это значит? Маску надень. Подошел от меня быстро. Отставите вам. Вернись на позицию. Они сняли маски, значит, нас будут убивать. Не-не, я в кино, в кино видел. Ну так что, вольнем всех, потому что спалились? Или выпустим, чтобы нас спалили? Или подумаем уже, как выбраться из этого банка? Мы выберемся из этого банка, но позже. Жорж Семенон. У нас есть заложники. Они сейчас в цене всех этих денег. Их стоимость – наша свобода. Стоимость – наша свобода. В чем дело? Этот человек. Если он умрет… То что? Есть конкретные предложения? Я врач, и я могу его хотя бы перевязать. Ну, у него работа такая. Он знал свои риски. Да просто помогите ему уже! Ты чего разговариваешь-то, Дынька? Ну, а если я буду умирать, ты мне тоже поможешь? Да. Почему? Ну, как же… Блондир! Иван, разговорчики встроил. Да! Ты что-то хотел? Отпусти мышу. Зачем? Зачем? Она беременная. Да? Ну, будут стрелять в меня, попадут в нее. Все ясно? Принеси я аптечку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я на разведку. Давай. Сидите тут пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На, держи. Привет. Привет. А в кафе можно пройти? Нет, кафе сегодня не работает. Ой, а что случилось? Да это… Учение. Репетируем эвакуацию на случай наводнения. Ну, ладно тогда. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты что, сразу не отдираетесь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чего, штормит? Венка сохнет? Может, пшшшш? А че, есть чего-нибудь? Откуда ты что? За это же в тюрьму могут посадить. Два-два-восемь, часть-два. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжай наблюдать. Глянь, может, там? Классно иди устроить штаб в зоне обстрела. Может, поле поймаешь? Слышь, Амур, у тебя нет ресурсов, чтобы нормально работать над ситуацией, у меня их тоже нет. Люди в банке этого не знают. Так что будем мозолить им глаза и делать вид, что у нас все в порядке. Делать вид – это мы любим. Э, кухня! А вы куда? Свела, а? Это я не согласен. Кто будет кормить моих пацанов? Извините, вы сможете накормить наших людей? Бесплатно, разумеется. У меня спецзаказ. Кофе, пожалуйста, как у него, только лучше. Останься, пожалуйста. У тебя все равно зарплата. Только чаевые никто не отменял. Цепеньковат. Как? Слышь ты, Янзо! Что? Шишкин, я же тебе сказал – домой. Вы даже не знаете, что мне стоило вот это вот достать? Пошел вон отсюда. Это, между прочим, план здания. На бутылку водки выменял? Нет, почему? За две. За две что-то дороговато. За две они тебе должны были схему расположения наших ракет сдать. Простите, а вы куда? Я? Ну, у вас тут учение, как спасать людей, а я с волонтерами еду помочь людям, страдавшим от нападения. Вот мы и вещи теплые собираем. То есть, вы просто так оставите свое кафе? Ну, я вообще-то организатор этой поездки. Это что, допрос? Как вас зовут? Маша. Я между ними пробежала. Какие-то секреты? Ловим хомячков? Нет, простите, Мария, вы свободны. Спасибо. Ладно, Шишкин. Давай сюда свой план. А, угу. Иди, притащи еще фонарь. О, блин. Настоящий оптимист даже на кладбище вместо крестов видит плюсы. Очень крепко. Очень. Извините, там просят еще фонарь. Мимо пролетал маленький, но очень храбрый светлячок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, тут одни светлячки. О как. Просить не буду, но спрошу. А чего так много воды? Грунтовые воды. Тут через дорогу кладбище. Ну, свети его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего, все увидел? Почти. Чего такой нервный? Чего? Чего, штыришься? На. Куда отпустят? У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лонять мыло в души. На. Хоженьки. Чего такой крепкий? Он и любитель. Береги мотор. Ммм. Вот это да. Жена. Что? Что ж так несправедливо, да? Такая красивая. И ты. Что она в тебе нашла? Ну, я как-нибудь зайду к вам в гости. Куда? Как-нибудь зайду. Не спи в плену у мертвецов. Береги мотор. Слышишь, командир? Ну, мы же не звери, может. Отпустим Деньку. Чего? Да, она беременная. Беременная? Значит, на одного заложника больше. Ну, вы же военный человек. Я же вижу. А ты знаешь, где я служил? И какие приказы мне отдавали? Догадываюсь. А я вот подумал, что знаете, парня? А у нее живот-то настоящий вообще нет, да? Крест, помнишь, у меня одна была беременная? Ну, только не начинали. Беременная, говорит, беременная. Потом раз, говорит, выхай, бери меня замуж. А потом такое оказалось, руки убрал. Руки убрал. Иди ко мне. Сейчас я проверю, какая ты беременная. Покажешь мне все, сейчас. Сейчас я тебя обследую. Что ты кошмаришь, ты? Сейчас я быстро все проверю. Это же быстро проверяется. Слушай, ты. А тебе потом продам. Вам за ту сумку денег. Пустил я. Ух ты. Тоже захотел. Тоже завелся. Да. Она сладенькая. Может, тебе проститутку вызвать, раз так приспичило? Я бедный контрабандист. Откуда у меня деньги на проститутку? Если не отпустишь, я выстрелю. А если в нее попадешь? Значит, застрелю и тебя, и ее. Тихо. Чтобы он быстрый был. На хрена ты это сделал? Жизнь скучна и смерть скучна. Этот на него хотел накинуться, а он защищался. Он знал свои риски. Да, все так и было. Это была самооборона. Вытащи его. Слушай, Алабаев, мы делать чего не будем? А то у меня телефон разрывается от звонков оттуда. Я на них не отвечаю пока. А что за либеральщину-то разводится, а? А это клиент забыл. Ну, а если вот здесь вот БТР решетку дернуть и сзади войти? Алабаев, ты все время предлагаешь решение, чтобы мы засветились. Почему? Во-первых, если мы заведем БТР, его на пол района будет слышно. А во-вторых, если кто не заметил, у нас нет БТР. Ну да. В моей ситуации самый разумный ход через гаражи. Там есть проход, соседнее пообщение техническое. Камеры по периметру мы вырубили. Так что, если они нас и ждут, то хотя бы не видят. Так, тогда давайте все сначала. Дима, ты не плачь. Кухня, давай без провокации. Так вам готовить или нет? Угу. Сколько человек захватили банк? Этого мы не знаем. Захватило банк? Хорош уши греть, готовь давай. А так я видел, как пятеро одинаково одетых мужчин заходили в банк. С сумками. И чего? А потом вы приехали. Так, предположим, их было пятеро. Слушайте, а может быть вы вообще перестанете его лапшу на уши вешать, а? Рот закрой. Сколько в банке заложников? Банк частный. Думаю, что на момент открытия там было человек десять, включая сотрудников. Ни в чем уверенными быть не может. Шишкин. Ну? Нам нужна информация с камер наружного городского наблюдения. Там же... И что? Информация денег стоит. Что, все, я пошел? Может, там действительно бы выстрел был? Что дальше будет, мы не знаем. Нам придется штурмовать. Да мы вообще толком ничего не знаем. Там гражданские люди. Кофейкуб хорошего. Кофейкуб хорошего. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я готов говорить. Они вышли на связь! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Капитан Алабаев. А что, генералы не приехали? На фуршете? У вас был выстрел? Ты все еще не уверен, но продолжай сомневаться. Кто-то из заложников пострадал? Скажем так, им не нужна медицинская помощь. Такие дела, пацаны. Не спешен свободу. Ваши требования. Верните электричество. Хорошо. А если серьезно? Хороший кофе. Что? Хороший кофе. Ну, если начнем сотрудничать, можно обсудить и этот вопрос. Капитан, ты хотел сказать, если сдадимся. Сколько у вас заложников? Алабаев, ты должен точно понять, все очень серьезно. Твое сомнение в этом приведет к гибели мирных людей. И мои люди хотят кофе. Володно. Серьезнее не бывает. Сколько вам нужно? Девять стаканов. И перестаньте звонить. У нас тут беременная женщина. У нее голова раскалывается от вашего звонков. Ну, а кроме кофе вы что, не хотите? Ну, сопоставляй, капитан. Что сегодня происходит в городе? Володнение. Ну? Визит премьер-министра. Так у вас политические требования к премьер-министру? Да. Девять стаканов кофе. Девять стаканов. И что мы будем делать? Кофе. А мне кто-нибудь кофе принесет? Да что там вообще происходит? Кофе. 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 Мы можем глушить их связь? У нас нет ресурсов. Ну, хотя бы мобильники мы можем слушать? Попробуем. Ну да, если их действительно девять человек. А у меня три с половиной бойца, а то идти на шторм, то... Ну, повар видел пятерых. Скорее всего, так оно и есть. Да чего он там видел? Думаешь, этих террористов политические требования? Террористами они станут, когда сделают заявление. Рахман. Сейчас я вижу одно. Что все вояки направлены на борьбу с наводнением, идущего на город. А лучшее подразделение города в усилении по маршруту премьера. Мы здесь одни. Мы точно не знаем, сколько заложников в банке и точно не знаем, сколько предполагаемых преступников. Да, Алабаев, попали мы с тобой в окружение. На войне все проще там, хотя бы все знают, чего они хотят, а эти как будто бы не знают. Боюсь, что знают. Кофе. К обеду они попросят сахар, а к вечеру потребуют сливки. Ничего страшного, обычный ушиб. А вас как зовут? Светлана. А вас? Наташа. Очень приятно. Взаимно. Кофе на Голгофе. Ты ни о чем конкретном с ментами не договорился. Командир оттянул время. Увел противников в заблуждении. Доставил его ждать. Вам нужны были не все ячейки, а одна. Конкретная. Мы из-за нее здесь застряли. Теперь ее некому открыть. Надо валить, пока у них там бардак. Вы вдвоем не уйдете. Я не уйду отсюда, пока не решу вопрос, как открыть ячейку. А если с тобой неожиданно что-то случится? А что случилось с той бабой, ну, которая сказала, что беременна от тебя? Она действительно оказалась беременна, только не от меня. Ну, а как ты можешь сделать что-то со мной, когда даже за свою бабу не контролируешь? СМЕХ СМЕХ Ты же собрался, телефон. Зря телефон-то разбил. Надо посмотреть, что он там накалякал. Ты что там написала? Я маме писала. Она переживать будет. В это время мы всегда вместе с вами. Не свисти, Ёся. Ты сейчас бороду оторву, чтобы другим неповадно было. Да он маме писал. Я видела. Ты видела? Это за то, что видела и не сказала. Два телефона. На хрена тебе два телефона? Второй китайский, да? Да. С того берега иногда пробивает. Тайская связь дешевая. Раздай кофе всем. Чтобы все понимали. Будете слушать мои команды, останетесь живы. Будете выкидывать номера, ситуация выйдет из-под контроля. Рискуют все. Жан, смотри. Видишь? Здесь нет прохода. Расслабься, старый. Расслабься. Кстати, голосуй только за меня. Поним? Ну, пойдем. Мужчины! Тут в кафе напротив. Интересный клиент нарисовался. А ведь я тоже читаю мысли. Вот и мы скажем, они меня боятся? Или все-таки уважают? А в чем разница? Я тоже так думаю. Ну, пойдем. Да, парни, останемся здесь. Это депутат. Он решал. Его весь город знает. С ним можно договориться о чем угодно. Командир, мы должны выйти отсюда. Лучше не отвечай. О, приехали. Ну, приветствую, парни. Что вы здесь делаете? Ну, я-то знаю, что я здесь делаю. А вот то, что мэр скрывает от общественности, у нас же, оказывается, в городе захвачен банк, а в банке заложники. Они там. Что? Заложники вот в том здании. Ты кто такой? Капитан Алабаев. Послушай, капитан, ну, я ведь знаю, что это здесь незаконно. И твои рексы тоже незаконны. У нас учения. Иди учись, свободен. Так вот, я как действующий депутат, кандидат в мэры, я обещаю вам, что я готов покончить с этим мэрским беспределом. А с Владимиром Заложниковым люди знают всю правду. И как же вы это сделаете? Сейчас вы узнаете. Олег Сдугин, экстрасенс. Я купил сегодня к вам билетик на концерт. А я не купил. Кофе с фермерским молоком. Еще. Попиариться приехали. Обещал остановить наводнение при помощи мыслей. Ну, вы же понимаете, что в желтой прессе пишут. А это, кстати, профессионал своего дела. Он принимал участие в воспомождении заложника. Вот, кстати, так вот через стол сидел и беседовал с террористами. Вот как с вами сейчас. Я поразговаривал, заложники погибли. Послушай, ты там был? Вот твои коллеги, если бы его не прижали, он бы дело свое до конца довел. Что они требуют? Мы не знаем, террористы они или нет. Мы даже не знаем, чего они хотят. Я могу узнать, что им нужно. Но мне нужен прямой контакт. Я должен их увидеть. Пусть хотя бы выйдут из банка. Я смогу прочесть их мысли. Вы знаете, о чем сейчас я думаю? Вы хотите, чтобы я ушел из кафе? Я зарядил энергией честь. Спасибо. А я зарядил энергией удачи. Алан Мур проголосует за вас. Ну, не подведи. Вы вели с ними переговоры? Я не обязан перед вами отчитываться. Послушай, капитан. Я ведь могу сейчас позвонить твоему руководству, которое меня проинформировало. Я ведь о тебе все знаю. Да. С вами говорит кандидат в мэры Харачев. Мы с вами можем найти общий язык. Как? Ну, нам же не нужна с вами кровь. Я вам гарантирую, что если кто-нибудь один из вас выйдет на улицу, мы с вами сможем договориться. Важна жизнь моих избирателей. На каких условиях? Послушайте, я же вам говорю. Вы выходите, вас никто не преследует. Конечно, если вы не предъявите никаких-нибудь политических требований. Нас не устраивают условия остаться. Нам нужна свобода. Выключи запись. Послушайте, но вас же никто не заставляет сдаться. Я же вам обещаю, что вы выходите отсюда беспрепятственно, и вас никто не останавливает. вы поймите, у меня есть влиятельные люди в МВД. Им нужен такой мэр. И, честно говоря, это хорошо, что это произошло именно сегодня. Ты будешь диктовать мне условия. Хочешь, я тебе покажу, кто здесь главный? Послушайте, я вам говорю, что вы выходите беспрепятственно. Вас никто не преследует. Вы отпустите заложников. Я еще раз говорю, мы на ваши условия не пойдем. И никто из нас сдаваться не будет. Чтобы ты понял, что игра будет по нашим правилам, ответственность за гибель этого заложника на тебе. Какого заложника? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова